Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем передачу на русском языке из Пхеняна, столицы Корейской Народно-Демократической Республики. Голос Кореи Организации трудящихся, министерств и центральных ведомств. По обеим сторонам статуи Ким Мельсина и Ким Чнира стояли знамя Трудовой партии Кореи и ФЛАК Республики и выстроился в строй почетный караул сухопутных, военно-морских и военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской Народной Армии и рабочих крестьянского Красного Апальшиня. Голос Кореи По случаю нового 105-го года Чечи 2016-го, 1 января, участники третьего слета актива рыбного промысла при Корейской Народной Армии посетили Кунсусанский дворец Солнца. Голос Кореи За улучшение жизни населения. Корейский народ полон твердой решимости прославлять честь победителя в наступательном шествии наступившего года в полную поддержку новогодней речи Ким Чин Уинна. Голос Кореи В прошлом году Ким Чин Уинн для улучшения жизни нашего народа руководил на местах делами многих фабрик, в том числе в Унсанской обувной фабрике, обувной фабрике Вью Вон, пьянянской кукурузообрабатывающей фабрике и пьянянской фабрике детских продуктов. Голос Кореи Наши работники Министерства легкой промышленности занимают большое место в улучшении жизни народа. В нынешнем году мы выполним на высоком уровне модернизацию предприятий легкой промышленности, в том числе обувной фабрике Вью Вон, а также примем миры для снабжения сырья и материалов, чтобы обеспечить ритмичное производство. В частности, будем энергично вести борьбу за производство конкурентоспособных на мировом рынке известных продуктов и товаров, как указывал Ким Чин Уинн в ноябре прошлого года во время руководства на месте делами в Унсанской обувной фабрике. Волос Кореи В знаменательном нынешнем году, когда состоится седьмой съезд, трудовой партии Кореи, будем нормализировать производство, чтобы добиться нового поворота в улучшении жизни населения. Субтитры создавал DimaTorzok